Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео расскажу вам про самое эффективное средство от пожелтения огурцов. Натуральный рецепт, можно сказать даже народное средство, которое выручает каждый год всех огородников. Но о нем мало кто знает и мало кто знает, как его правильно применять. Во-первых, помогает оно не только от пожелтения, а поможет восстановить заново наши огурчики. И они вновь заплодоносят. И не просто заплодоносят, а заплодоносят в много раз больше. Соответственно, двойная польза есть от такой обработки. Поэтому сегодняшнее видео подготовил специально для вас, чтобы помочь всем, у кого желтеют огурчики, желтеют листва. Вообще помогает при любых неблагоприятных воздействиях на огурцы. И пожелтение листвы, пожелтение огурчиков, это все относится именно к данной категории. Поэтому сегодня собрал для вас это видео, уделил не так много времени, но постарался записать это видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал, порекомендовать также всем, кто ищет средства. Знаю, что вот у меня даже в деревне соседи, сегодня тоже вот они были с утра, они пришли, говорят, огурцы все пожелтели, уже собирались их выдергивать. Я сказал, ни в коем случае не выдергивайте, не надо, сейчас мы их восстановим. Восстанавливаются они буквально за пару дней, очень быстро, снова зеленеют. И, как я уже сказал, огурцы с новой силой начинают бурно плодоносить. И урожай даже с таких огурцов мы будем собирать до самой осени. Поэтому средство простое и эффективное. Вот как мы любим. И в сегодняшнем видео поделюсь с вами вот таким средством. Поэтому подготовьтесь, запомните, кто-то записывает, можете сохранить плейлисты видео, чтобы не потерять. Ведь пожелтение огурцов, оно бывает даже без причины. Вот, например, как в этом году, то жара, то холод, и все, и огурцы пожелтели. И тут хоть что-то делай, главное сейчас вовремя помочь огурцам восстановить обратно листья. Ни в коем случае также не обрывайте пожелтевшие листья, так как их лучше обработать. И огурцы уже сами, если нужно, они эти пожелтевшие листья сбросят, когда понадобится, да? Когда придет время огурцу, чтобы не открывать дополнительные источники к всяким заболеваниям огуречным. Вот это вот правило обязательно должен каждый запомнить. Но, собственно, листочки новые и без того будут появляться, и очень быстро затмят все пожелтевшие. Поэтому растение даже, кстати, помогает тем, вот просто подливаем под самый куст огурца, и даже если листьев уже у кого-то, вот знаю сейчас, так же у многих листьев вообще нет пожелтели, вот один стволик такой торчит огуречный, это средство также выручит и поможет. Огурцы снова нарастят листву очень быстро и заплодоносят, поэтому из любой ситуации, как все говорят, есть выход. Да, главное подойти с умом, и вот сегодняшний ролик, это простое средство, нам в этом помогает. Расскажу про два способа применения, которые поможут. Вы уже выбираете, какое вам проще, какое легче, но сегодня расскажу про два способа. Первый способ, он именно вот от пожелтений всевозможных, чем бы они ни были вызваны. Вредоносными бактериями, либо вот из-за жары, холода. Это натуральное средство помогает от пожелтения. Второе же средство, про которое расскажу, оно помогает не только от пожелтения, но и как подкормка уже усиливает, насыщает самое главное растение и почву очень быстро, всеми микроэлементами, витаминами, поэтому огурцы очень быстро начинают снова расти и с новой силой давать огромный урожай. Поэтому воспользуйтесь двумя этими подкормками и будет у вас и идеальный результат, который все ожидают. Поэтому сейчас по порядку все расскажу. Итак, первое средство от пожелтения, которое мы применяем. И на ведро воды 10 литров мы берем одну чайную ложку йода и один стакан молока. Тщательно перемешиваем и данным раствором мы правильно обрабатываем наши огурцы. Сверху листьев и под листьями. Это очень важно сделать так. Сделайте так и огурцы восстановятся за пару дней. Вот такой вот простой способ, главное соблюдать пропорции. Помогает, каждый год выручает, поэтому пользуйтесь. И вот вторая уже подкормка, которой мы обрабатываем на второй, на третий день. Она также обязательная и я рекомендую все это делать в комплексе. Тогда результат у вас будет просто фантастический. Обработаете так и все. Огурцы будут уже потом только нарастать и нарастать, плодоносить до осени. Вторая подкормка тоже очень простая, натуральная. Главное соблюсти все пропорции и правильно ее приготовить. И сейчас также вам расскажу этот второй рецепт, чтобы вы его правильно приготовили. Он, можно сказать, уже будет в дальнейшем для наших огурцов, как профилактический, так и дополнительно помогающий нашим огурцам насыщать его всем полезным, чтобы огурцы как можно больше и больше плодоносили. Чтобы мы каждую неделю уже снимали по 20-30 ведер огурцов с одного куста. Это вполне реально. Результаты эти уже закреплены. Многие о них знают. Видео, кто особенно наш канал смотрит не первый раз. Поэтому рекомендую всегда делать так. Вторая подкормка, она нам помогает закреплять результат и дальше как профилактику, чтобы огурцы снова не пожелтели. Ведь огурцы могут в дальнейшем пожелтеть. И важно проводить вторую подкормку, которую чуть попозже расскажу. Так как сейчас расскажу, вызову важную информацию. Вторая подкормка мы повторяем раз в неделю. Почему говорю, что огурцы могут снова пожелтеть? Да потому что погода у нас неустойчива. Где бы вы ни жили, то холод, то жара. Поэтому сейчас пока июль месяц, август вполне вероятны. И они точно будут повышение температуры. То будет жарко, то холодно. И огурцы могут вновь, так сказать, броситься в пожелтение. То есть огурцы такую погоду воспринимают как фактически наступившую осень. И думают, что приходит пора увядать. То есть поэтому мы, растения, должны всегда поддерживать, так сказать, в летнем тонусе. Давать подкормку, которая не будет давать огурцам, впадать вот в эту стадию пожелтения, увядания. Поэтому всегда держим огурчики в тонусе. И сейчас вот рассказываю, какую подкормку нашим огурчикам мы даем. Она также очень важная. Поэтому вот эти две подкормки, они в комплексе важны. Сделайте так. И вот каждый год, когда будет появляться пожелтение на огурцах, оно появляется у всех. Вот можете даже не думать, что у кого-то там не желтеют огурцы. Они непременно желтеют. Поэтому каждый год нам нужно заранее сделать эту профилактику. Например, в июле просто провести эти две подкормки, одну за другой чередуя, выдерживая 2-3 дня. И все. И в июле у вас они не пожелтеют. И не надо будет ничего этого вносить. Сейчас мы вносим тем, у кого огурцы уже пожелтеют. Правильно? Вот, слушайте, вторая подкормка тоже очень простая. Нам также понадобится ведро воды 10 литров. И в них мы добавляем тот же самый объем. Мы добавляем йода. И добавляем сорняки с огорода, буквально хорошую, такую плотную жменю. И дополнительно туда мы еще добавляем чайную ложку дрожжей. Тщательно перемешиваем. И даем этому коктейлю постоять сутки другие. И именно на третьи сутки мы его применяем. Также обрабатываем по листу. Подкус также можно подлить по 100 мл. И все. Далее эту профилактику мы проводим, как я говорил, раз в неделю. Обрабатываем огурчики. И получаем хороший вкус натуральный урожай. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь я вам помог. Старался как можно проще все объяснить, рассказать. Не забудьте подписаться на наш канал на ютюбе. Сад Огород Про. И желаю вам всем всего доброго. До скорых встреч.